привет ребята это исследователь вот я снова тут давайте потестируем немножко сайт петро электросбыт это петербурге невограде такая компания ну вот написано петербургская бытовая компания которая продает электроэнергию она вонополист как обычно бандит при государстве бандитском электроэнергия как я помню 4 с чем-то там 430 стоит киловатт это очень дофига потому что попробуйте вот обогреваться хотя бы обогреваться часто бывает не хватает отопления и обогрев минимум там два киловатта обогреватель если не одна комната еще две просто у вас будут счета тысячи рублей вот пяти тысяч рублей и более а ведь это совершенно недоступно получается если пенсии например 10 тысяч рублей а прогреться то надо ну естественные провода тонкие во многих домах вы не подключите обогрев в общем это тупик энерго тупик тут ну ничего не сделать можно может быть где-то что-то подтащить но масса монополии вообще смерть кругом на самом деле цена есть около 80 копеек других местах иркутске по-моему абхазии то есть можно они могут и за 80 копеек продавать и тем же китайцам по-моему около рубля здесь например считается крупный город но в основном 10 люди тоже бедные и нищие а цены большие научу такое вступление вот этот сайт ну то есть он не может не может здесь не развиваться не да они сделали сайт хорошо но здесь ничего не может развиваться потому что монополия цену можно врубить и рабы будут платить но все-таки посмотрим на сайт они его сделали сюда можно зайти показания месте оплатить технические работа с гарантией я чуть не понимаю что это за прикол все-таки это электро компания они что-то дорабатывают сайт ничего особо там не меняется пара кнопок там не будут даже заходить внутрь пока что это работает но более-менее поддержка у них херовая четном писать через неделю отвечает к это бабка что да да там подожди потерпи здесь видите в новостях работы на сайте тоже меня выбешивает потому что как бы пока делают изменения делаем на делают резервное копирование всегда сайт работает ты на где-то тестируешь на другом какой-то виртуальной машине все потом выкладываешь и все это сразу работает они тестируют где-то на рабочем это данным давно проверенная схема и вот эти вот новости технические работы какие в жопу технические работы если в дата-центре работы они опять же резервную стойку там перекидывают со стойки на стойку информацию на той тестируют что что они делают может быть технически мне объяснят на том что работает тестируют значит они ебанаты значит в жопу пошли ну это и скорее всего так и есть основном что я хотел сказать то что сантехника это круто конечно не к месту совершенно оплата есть оплата картой это хорошо удобно она не мгновенно проходит но быстро вроде как платил я несколько раз но когда платишь просто номер карты вписываешь код еще на карте который и все оплата проходит а это угроза безопасности вашей карте счету хотя у меня подключены и sms коды 3d secure но на самом сайте этот вот петр и разбыт он не включил а банки проводят платеж если он не включен я им писал писал в банк говорю почему почему они говорят ну вот если на сайте не включено значит и без кодов пройдет безопасности а какой смысл ты живут не знаешь даже на сайте включено нет но вот как бы сейчас я вам сообщил вы знаете а так сайт может снять тебя но все что есть а на карте там 10 тысяч рублей или что-то то есть ли сайт который принимает оплату не поддерживает код sms или с карточки какой-то безопасности то платеж должен не идти вообще а банки просто врубаю да не дают снимать вот это идиотизм реальный вот это я хотел в основном рассказать ничего не менять не собираются потому что им как бы срать на ваши деньги банком и петр и кт разбыта вот такая проблемка на этом все спасибо до свидания был следователь пока ребята